Постепенно в Щелковский районный культурный комплекс прибывают люди. И считанные минуты остались до отчета главы Щелковского муниципального района об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году. Экономика, социальная сфера, культура, спорт, преобразования произошли во всех сферах жизни. Каким он был прошедший год, чего уже удалось добиться, а что только предстоит сделать. К отчету главы Щелковского района за 2017 год приковано максимум внимания. В зале районного культурного комплекса фактически нет свободных мест. Это здесь представители различных органов власти, регионального правительства и Мособолдумы, главы и депутаты городских и сельских поселений, а также сотрудники правоохранительных органов, учреждения образования, культуры, спорта и многие другие. В минувшем году приоритет отдавался развитию экономики и привлечению инвестиций. Доходная часть бюджета Щелковского района составила 6,6 миллиарда рублей, расходная – 6,7 миллиарда. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал в 2017 году составил 12 миллиардов рублей, что на 38% выше показателя 2016 года. На территории района активно развиваются три индустриальных парка, где работает 101 компания. Алексей Валов подчеркнул, что создание благоприятных условий для бизнеса и привлечение новых инвесторов – одна из приоритетных задач. Наш губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Урабьев подписал соглашение с гендиректором компании «Экофармент» о создании малокоперерабатывающих предприятий в нашем районе. Сумма инвестиций составит порядка миллиарда рублей. Бюджет Щелковского района социально ориентированный, и это не просто слова. Немного цифр. В минувшем году на соцсферу было направлено свыше 5 миллиардов рублей, или более 80% от общей суммы расходов. Важным событием стало открытие областного центра материнства и детства. Масштабный проект удалось воплотить благодаря успешной реализации госпрограммы Московской области. В центре трудится профессиональная команда лучших специалистов со всей России, готовая оказать помощь пациенткам даже с серьезными патологиями. На сегодняшний день там появилось на свет уже более 1600 детей. Помимо этого удалось провести ремонт и в действующих медучреждениях – в 13 из 20. В поселениях открываются фельдшерско-акушерские пункты, но главный вопрос – кадровые привлечения и поддержка медиков. И в этом направлении Щелковский район – лидер в Подмосковье. За работу по привлечению медицинских специалистов Щелковский район в 2017 году получил премию «Прорыв года». В прошлом году в наше учреждение здравоохранения пришли 97 врачей. Работникам сферы здравоохранения предоставлены 23 квартиры и 37 жилых помещений в муниципальных общежитиях. 30 врачам предоставлены компенсационные выплаты для оплаты съемного жилья. Большая работа была проделана и в сфере образования. В минувшем году были открыты три детских сада, пять ясельных групп. Создано порядка тысячи дополнительных мест, в том числе благодаря ремонту в действующих детсадах. За счет внебюджетных источников финансирования построены садики микроюня Гагаринский в Щелкове и сельском поселении Гребневское. Их открытие должно состояться в ближайшее время. Масштабные перспективы в сфере строительства общеобразовательных учреждений. В рамках программы образования Подмосковья в районе должны появиться 10 школ. Эта работа уже началась. Такие меры должны привести к ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях. В 2017 году началось возведение пристройки школы на 275 мест в нашем поселении Медвежозерском. Получена вся необходимая документация на строительство долгожданной школы на 1100 местных район номер 4 Солнечный в городе Щелков. В этом году подрядчик выйдет на площадку. Большое внимание уделялось и созданию комфортной городской среды. В минувшем году в Щелковском районе преобразилась 51 дворовая территория. В планах на этот год 58 дворов. По программе губернатора нашей Подмосковья установлены 4 детские игровые и одна спортивная площадки. Но, пожалуй, главное очевидное для всех изменение – это создание новых зон отдыха. Открылась после реконструкции вторая часть улицы Парковой. Возле набережной юности организован парк военной техники. В микрорайоне Чкаловский открыта аллея героев, а в Медвежьих озерах разбит сквер молодоженов. Но главный район на достигнутых результатах останавливаться не собирается. В Щелково должна появиться единая пешеходная зона. Планируется реконструировать набережную в районе улицы Шмидта. Концепция Щелковского архитектора Алексея Воробьева признана одной из лучших и вошла в госпрограмму. Новая пешеходная зона свяжет набережную Серафим-Саровского и городской парк. Это позволит нам сформировать единое пешеходное пространство от набережной юности до детского стадиона в микрорайоне Дальний Воронок. Благодаря проделанной в 2017 году работе в дома порядка 10 тысяч жителей теперь поступает чистая вода. Щелковский район – один из лидеров по выполнению губернаторской программы. На пяти водозаборных узлах проведена комплексная модернизация и установка новых станций обезжелезивания в поселке Юность, селе Трубино, поселке Литвинова, деревне Корпуса и поселке Загорянский. В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт 9 ВЗУ с установкой станции обезжелезивания в городе Щелково, деревне Серково, поселке Загорянский, деревне Долголедово, деревне Сукманиха и поселке Монина. Неотъемлемый атрибут комфортной, а главное – безопасной жизни – это нормальные дороги. В 2017 году в районе отремонтировано беспрецедентное количество дорожного покрытия – более 730 тысяч квадратных метров дорог. Этот объем в три раза превышает показатели 2015 года и на 17% больше показателей 2016. Помимо этого реконструирован подземный переход на Пролетарском проспекте, также установлены защитные краны на путепроводе проспекта. Однако важно заботиться и об удобстве пассажиров общественного транспорта. В 2017 году началось масштабное обновление парка компании «Мострансавка» по Щелковскому району. Ему было выделено 56 новых автобусов, 26 из них уже работают на маршрутах. В 2018 году обновление автопарка будет завершено. Также значительный объем работ был проделан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение людей из непригодного для проживания жилфонда, обустройстве парковочных мест, экологии, культуре, спорте и других направлениях. Все эти достижения привели к тому, что по итогам 2017 года Щелковский район на пятом месте в рейтинге среди всех муниципалитетов Московской области. В Щелковском районе есть потенциал, и мы это видим, видим по результатам этого года в том числе. Вы знаете, если посмотреть целиком на всю ситуацию, то по всем ключевым направлениям район выполнил те планы, которые перед собой ставил, а по некоторым показателям даже перевыполнил. Свою оценку итогом 2017 года и результатом работы органов власти дают и жители района. Порадовала и впечатлила. Это, конечно, улица Парковая. Такая прелесть, такая душевная, знаете, расположенность к отдыху, к неспешной жизни нашей провинциальной. В любой сфере большущие сдвиги. Все-таки администрация, возглавляемая Алексеем Васильевичем, сделала очень много. Пожалуй, это наиболее успешный год за последние, сколько я помню, десятилетия. Наш микрорайон становится более благоприятным для жизни. Город меняется, потому что стали более облагораживать территорию, стали строиться новые детские площадки. По окончании отчетного доклада состоялась небольшая церемония награждения. Знаки отличия за заслуги перед Щелковским районом вручили двум главам сельских поселений. Главе Гребневского Марине Бобырь и главе Огудневского Николаю Сорокину. Дарья Снегова, Сергей Максимов, Игорь Поляков, Александр Оржевский. Телерадиокомпания Щелкова.